Праздник Воскресения В эту святую ночь в службе также принимает участие духовенство собора и других храмов Витебской епархии. В эту святую ночь мы с вами приглашены на пир веры, на трапезу духовную, как именует это величайший праздник святитель Иоанн Златоуст. Церковь предлагает в эту ночь целую череду особых праздничных богослужений. Мы с вами будем участвовать в светлой пасхальной заутрине и пасхальной литургии. Пасхальную заутреннюю традиционно предваряет крестный ход. И сейчас мы все в ожидании начала этой процессии, которая именует собой начало праздника Пасхи. Само слово Пасха означает переход или избавление. Ветхозаветный период праздник Пасхи был установлен в воспоминания об избавлении евреев от египетского рабства. Мы же христиане празднуем в этот день избавления всех народов от греховного рабства и переход в блаженную вечную жизнь. Почему же воскресение Христово основа всей нашей православной веры? Чтобы спасти человека от власти греха, необходимо было победить самое страшное из последствий грехопадения – это, конечно же, смерть. Именно поэтому Христос, будучи истинным Богом и человеком, обладавший такой же, как и каждый из нас поврежденной природой, подчинился закону смерти, но подчинившись, разорвал изнутри ее узы, став первым воскрешим из мертвых. Именно воскрешим, а не воскрешенным. Бог и человек победил смерть и открыл нам возможность вечного бытия. Если воскрес Христос, значит воскреснем и мы, значит смерти больше нет. Именно это простое утверждение является основным содержанием нашего сегодняшнего праздника. Субтитры создавал DimaTorzok Только что завершилась пасхальная полуночница, во время которой прозвучали последние гимны Великой Субботы. Это завершающий день Страстной Седмицы, когда Церковь вспоминает страдания, крестную смерть и погребение Спасителя. Крестный ход начнется буквально через несколько минут, и все верующие находятся в этом радостном ожидании. Все ждут, когда из алтаря раздастся пение стихиры, которое будет сопровождать начало крестного хода. Из-за закрытых царских врат сначала тихо, а потом все громче и громче начинает звучать пение стихиры, которое по-русски звучит так «Воскресенье Твое, Христос, Спаситель, воспевают ангелы на небесах, удостой нас на земле чистым сердцем прославлять Тебя». В этот момент плащаница с изображением погребенного Спасителя положена на престол в алтаре, где она будет находиться до праздника Вознесения Господня в течение сорока дней. Двери в алтарь, царские врата закрыты, и алтарь в данный момент символизирует собой гроб Спасителя, который был закрыт. Ко входу был привален камень, и даже была привешена печать. Теперь мы видим, во время пения стихиры царские врата уже открыты, и духовенство постепенно выходит на середину храма, чтобы присоединиться к хоргвеносцам. Теперь уже открытые врата символизируют открытое для вечной жизни небо для каждого человека. Царские врата будут открыты всю Пасхальную Седмицу. Обратите внимание на цвет облачения духовенства. Белый цвет сегодня напоминает нам об одежде ангела, явившегося женщинам, которые, несмотря на ночную тьму, шли ко гробу Иисуса Христа. В память этого и наше пасхальное заутреннее начинается на улице, именно перед закрытыми дверьми храма. А возглавляющий службу владыка знаменует собой ангела, отвалившего камень от гроба. Крестный ход, как мы видим, начинает свое движение вокруг храма. Впереди крестного хода несут фонарь, напоминающий нам о том, что свет Христов просвещает каждого человека. Затем мы видим несут крест, как орудие нашего спасения, запрестольный образ Божьей Матери и победные знамена Христа, знак победы над смертью, образ воскресения Христова и, конечно же, Евангелия. Порядок шествия священнослужителей во время крестного хода от младших священников к старшим. Таким образом, из духовенства шествие замыкает владыка Дмитрий, а после него следуют Певчие и Миряне. Движение крестного хода совершается под праздничный перезвон колоколов Святоуспенского кафедрального собора. Пасхальный звон имеет особое название – трезвон. Это наиболее сложный из видов звона. Он назван так потому, что состоит из трех частей, с небольшой павзой между ними. Одно из названий первой недели после Пасхи – «Звонильная неделя», потому что все желающие могут в эти дни подняться на колокольню любого храма и попробовать себя в звонарном искусстве. Пасхи – «Звонильная неделя» Пасхи – «Звонильная неделя» Обойдя храм, шествие остановится у закрытых дверей храма. Закрытые двери храма будут символизировать собой двери гроба Господня. Пасхи – «Звонильная неделя» Пасхи – «Звонильная неделя» Через мгновение, которое обычно совпадает с полуночью, предстоятель начнет пасхальную заутреннюю, торжественное пасхальное богослужение. Нам понятно, почему эта служба начинается еще вне храма. Ведь так церковь знаменную, то, что мироносицы и апостолы получили первую весть о воскресении Христа перед входом в его гроб. Процессия приближается к входу в храм. Пасхи – «Звонильная неделя» И вот мы видим, как крестный ход останавливается у закрытых дверей храма. Буквально через мгновение предстоятель, то есть владыка Дмитрий, произнесет начальный возглас пасхального богослужения, пасхальный заутренний. А верующие собираются потихоньку у двери в храм. И вот началась пасхальная служба. Сейчас мы услышим тропарь праздника. Христос воскрес из мертвых, поправ свою смертью смерть. И даровав умершим жизнь. Эти слова выражают всю нашу веру и все наше упование в воскресшего Христа. Виния тропаря чередуется с исполнением стихов из Ветхозаветной книги «Псалтирь». Большая часть текста этой книги принадлежит царю Давиду, который задолго до рождения спасителя возвестил о его страданиях и воскресении. Большая часть текста этой книги принадлежит царю Давиду, «Псалтире» 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 Мы слышим, как Владыка приветствует всех верующих словами «Христос воскресе!» Христос воскресе, дорогие братья и сестры! 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 И вот двери храма открываются, и все участники крестного входа входят в храм. Как когда-то жены-мироносицы вошли в гроб Господень и увидели, что Спасителя там нет, что Он воскрес из мертвых. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Радостные приветствия и поздравления с праздником Пасхи! Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Последование за утренней продолжает мирная ектинья, которую сейчас читает Диакон. Мирная она названа по первому прошению «Миром Господу помолимся». В данном случае «Миром» значит «в мирном состоянии Духа», «в мире со всеми». «Господу помолимся». Прошения мирной ектени представляют собой просьбы, касающиеся духовных душ человека. Присоединяясь к этим молитвам в церкви, мы вспоминаем о тех, кто в эту минуту испытывали спор или какие-то трудности. Вместе с теми молимся, кто пришел в храм, о тех, кто болен, кто одинок, кто по какой-то причине не может быть сегодня на службе, чтобы свет Христового воскресения воцарился в сердцах всех, даже тех, кого сегодня нет с нами вместе в церкви. Песня «Миром Господу помолимся». Внутри는 «Миром Господу помолимся». Звучит песня. 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 А сейчас начинается самая торжественная часть утренней – пасхальный канон. Канон – это особый жанр церковной гимнографии, который состоит из восьми песней. Часть его исполняется певчески, а часть читается. Однако сегодня это различить практически невозможно, потому что, согласно традиции, на Пасху поется все. Автором сегодняшнего канона является святой Иван Дамаскин. Преподобный Иоанн – один из отцов церкви, богослов и философ, который творил в восьмом веке. Во время канона на каждой его песни священнослужители обходят храм, кадят и, обращаясь к собравшимся, возглашают «Христос воскресе», на что прихожане должны ответить воистину воскресе. Эти действия священников сегодня напоминают нам о частых явлениях Господа своим ученикам после воскресения. Для их утверждения в вере. Песня «Христос воскресе» После тридцать песни канона звучит «Малая тенья», которая является сокращенным вариантом «Иксини Великой». Песня «Христос воскресе» Песня «Канона» Не из бесплодной скалы чудесно изводимая, но из родника метления, забившего после того, как из гроба ливнем пролился Христос, в котором мы утверждаемся. Здесь, в этом песнопении, вспоминается случай, который произошел с израильским народом в Синайской пустыне. В них закончилась вода. Моисей с молитвой ударил посохом по скале, и из нее потекла вода. В контексте камень в пустыне прообразует ребра Христа, который после распятия пронзил один из воинов. Из раны от копья потекла кровь и вода. Только в случае с Моисеем вода лишь утоляла жажду. А в случае с Христом кровь и вода стали символами причащения и крещения, то есть, конечно же, источниками жизни вечной. Христос в Открытие! 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 И снова звучит Малая Ктенья, которую исполняет Дьякон. Христос в Открытие! Христос в Открытие! Сейчас хор исполняет Ипокаи, который повествует об обстоятельствах праздника. Греческое слово Ипокаи здесь означает слушание, то есть это песнопение надо слушать с особым вниманием. По-русски это песнопение звучит так. Жены, пришедшие с Марии до рассвета и нашедшие камень, отваленным от гроба, услышали от ангела. Во свете вечном пребывающего, что вы ищете среди мертвых, как человека? Посмотрите на погребальные пелены. Бегите и миру возвестите, что восстал Господь, умертвив смерть, ибо Он Сын Бога, спасающего род человеческий. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Пока исполняется колонн, хотелось бы рассказать об обычае и дарить друг другу на пасху украшенные яйца. Этот обычай появился еще в первом веке от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица Христа, святая Мария Магдалина, пришла в Рим к императору с проповедью веры, то подарила императору Тиверию простое куриное яйцо. Тиверий не поверил в рассказ Марии о воскресении и воскликнул, как может кто-то воскреснуть из мертвых. Это так же невозможно, как если бы это яйцо вдруг стало красным. Тут же на глазах императора свершилось чудо, и яйцо стало красным, свидетельствуя истинность христианской веры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ирмос пятой песни канона, которая сейчас прозвучала, в переводе на русский звучит так. «Встанем рано утром и вместо мира принесем песнь Владыке, и увидим Христа, солнце правды, всех жизнью просвещающего». Этими словами преподобный Иван Дамаскин подвигает нас восстать глубоким ранним утром и принести Владыке песнь, подобную тому, как жены мироносицы с миром пришли очень рано на гроб Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас хор исполняет шестую песню канона. Шестая песня канона продолжает тему освобождения узников ада. «Ты сошел Христе в преисподние места земли и сокрушил запоры вечные, содержавшие узников, и в третий день ты, как Иона из кита, воскрес из гроба». В этом песнопении вспоминается пророк Иона, ветхозаветная история которого стала прообразом воскресения Спасителя. Погружение Ионы на дно моря соотносимо с сошествием Христа во ад, освобождение из чрева кита на следующий день с воскресением Христа. Погружение Ионы на дно моря соотносимо с сошествием Христа. Погружение Ионы на дно моря соотносимо с сошествием Христа. Погружение Ионы на дно моря соотносимо с сошествием Христа. Сейчас под сводами храма снова звучит малая тенья. После шестой песни «Малой тени» прозвучат кандак и икос. Эти песнопения содержат краткое изложение событий праздника. Кандак, который только что исполнил хор, в переводе звучит так. «Хотя и спустился во гроб, был погребен ты, бессмертный, но силу ада ты разрушил и воскрес, как победитель, Христос Бог, женным мироносицам говоря, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир и падшим воскресение». В начале текста подчеркивается парадокс смерти Творца самим эпитетом «бессмертный». Как пишет Ефрем Сирин, «Господь самим делом подтвердил смертным обетование свое, показывая и на деле являя, что человеческая природа его могла страдать». Последние фразы Кандака о женах-мироносицах напрямую восходят к евангельскому тексту о явлении Христа женам-мироносицам и апостолам-серской горнице, когда Иисус после воскресения встретил их с приветствием «радуйтесь». Апостолов же он приветствовал словами «мир вам». Падшей, конечно, здесь называется наша человеческая природа, которой Бог даровал вечную жизнь. Песня. 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 Слава Богу! 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 Иисуса всю субботу и ночь Пресвятая Дева провела недалеко от гроба, в доме Иосифа Римофейского. Она искала утешение в Писании, перечитывая пророчества о своем возлюбленном сыне. В этом доме или на пути ко гробу явился и воскресший Господь. Богородица всегда являла удивительное смирение, избегая известности, и именно поэтому в Евангелии о ней сказано совсем немного. Не пишут евангелисты и явление ей воскресшего Господа. Для людей, знакомящихся с жизнью и подвигом Иисуса по Святому Евангелию, свидетельство Его матери могло бы показаться малоубедительным. Именно поэтому этого свидетельства там практически не встречается. субботу и субботу и субботу и субботу и субботу. богородица Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучал Ирмас в девятой песне Канона Новый Иерусалим – это церковь Христова, то есть мы с вами, христиане. Слава, пришедшая с воскресением Христа, как глава церкви, неразрывно связывается со славой Богородицы, через которую Он пришел в этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вновь под сводами храма звучат прошения Малой Ектинии. Представляющий собой сокращение «Мирный». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас под сводами храма звучит необычайно красивое песнопение «Плотью снов, яку мертв», которое относится к запастелариям. За сегодняшним богослужением поет архиерейский хор Свято-Успенского кафедрального собора под управлением Ольги Янченко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока хор исполняет очередное песнопение, хотелось бы сказать несколько слов о чуде «Схождение благодатного огня». Это событие происходит ежегодно накануне Православной Пасхи. Первые письменные свидетельства о появлении данного чуда относятся к IX веку. Сам огонь сходит в храме воскресения в Иерусалиме, построенном на месте горы Голгофы, где распяли Спасителя и его погребальные пещеры. Благодатный огонь выносят на особом богослужении из Кувуклии. Это часовня внутри самого храма, в которой находится гроб Господень. В самой церемонии «Схождение благодатного огня» участвуют представители нескольких поместных православных церквей. Иерусалимской Православной Церкви, Иерусалимского Патриархата Армянской Апостольской Церкви, Копской и Сирийской Церквей. Иерусалимский Патриарх молится на гробе Господнем о чуде. Именно он передает сошедший огонь другим патриархам. Существует традиция приносить благодатный огонь из Иерусалима в разные страны. В этом году традиционно благодатный огонь прибудет и в наш город Витебск. А сейчас хор исполняет маскальные стихи. Иерусалимский Патриарх Иерусалимский Патриарх Иерусалимский Патриарх Иерусалимский Патриарх и с трудностью войти в праздник Воскресения Христового. Песня. 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 По окончании канона по традиции читается слово на Святую Пасху святителя Ивана Златоустава. Господа Константина Польска, Господа Устага, аще, кто благочестит и боголюбит, да насладится всего доброго и светлого торжества, аще, кто рад благоразумные давнили, радуйся радость Господа своего, аще, кто потрудился, постясь, да восприимет ныне динарик. Аще, кто от первого часа делал есть, да приимет есть праведный долг. Аще, кто по третьим часе приидит, благодаря, да празднует. Аще, кто по шестом часе достижит, никто же досомнится, ибо ничем же очетивается. Аще, кто лишися и десятого, пятого часа, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся. Аще, кто точно достижит и в единонатистый час, и да не устрашится замедление. Ибо честиво, сы, ладыка, приемлет последнего, якоже и первого. И последнего милует, и первого погождает, и он нам отдает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Тем же оба, гнидите все в радость Господа своего, и первые, и вторие, взду приемите. Богатие и убозие, друг за другом ликуйте, воздержаницы и ленивие, день почтите. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь днесь, трапеза исполнена, насладитесь все. Телец упитанный, никто же да изыдет алчий, все насладятся пира веры. Все восприимите богатство благочестия. Никто же да не рыдает у Божества, явися в общее царство. Никто да плачет при грешении, прощение Бог от гроба во сия. Никто да боится смерти, свободи Бог нас, спаса, смерть гаси ю. И жадния, держи мы, глини ада, зашед его, огорчи его, вкусивши о плоти его. Иси, предприяты Исаия, возобби, ад глаголит, огорчися, средься доли. Огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо борогом бысть. Огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не зложися, огорчися, ибо связася. Иси, предприят на тело и Богу, предзерази, приял землю и сретье небо. Прият те же видящие и в поде твое же невидящие. Где твоя смерть жала? Где твоя ад победа? Христос воскресе, и ты не завернуся, и си. Христос воскресе, и подошаде мои. Христос воскресе, и радуются ангелии. Христос воскресе, и жизни и жительствует. Христос воскресе, и мертвые не един во гробе. Христос, Бог восставил от мертвых, начата усопших в ист. Тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе, и христос воскресе, и христос воскресе. Паминуты Божьи, мы с вами сейчас принимаем огонь, который нельзя, значит, а в беде, чем патриар. Паминуты Божьей, мы в большом стоплении народа, принежи, поломников, более стихи, и христос, и там, по милости Божьей, по молитвам Святейшего, по молитвам всех православных людей, происходит вот это чудо снисхождение Божественного дня. Мы сейчас к вам привезли, по милости Божьей, самолетом все наши монастыри, все наши благочиния получат его. Сейчас вы, пожалуйста, погасите вам свои свечи, и вот в лампаде к нам, по милости Божьей, прибыл огонь. Давайте, отверстие. Давайте мне печку. А сейчас мы видим, как Свято-Успенский кафедральный собор из города Иерусалима доставлен в благодатный огонь. Владыка зажигает свечу и делится огнем со всеми пришедшими в храм на это праздничное пасхальное богослужение. Я напоминаю, что сейчас в Свято-Успенский кафедральный собор и в Свято-Успенском кафедральном соборе идет пасхальное заутреннее. После встречи благодатного огня богослужение продолжается. А верующие в это время передают друг другу благодатный огонь. Субтитры создавал DimaTorzok В слове святителя Иоанна Златоустава, которое мы прежде слышали, он призывает каждого насладиться торжеством Пасхи и войти в радость Господа. Огласительное исторически значит предназначенное для наставления в вере желающих принять крещение. Дело в том, что в древности в церкви крестили людей в Великую Субботу, то есть перед самым праздником Воскресения Христова. Традиционно в огласительном слове священнослужители кратко излагали основы христианского вероучения, то есть догматы церкви. Последование светлой заутренней продолжает Ектинья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вы обратили внимание, то священнослужители уже переблочились в красный цвет. Красный цвет символизирует цвет крови Спасителя, пострадавшего за грехи мира, торжество жертвенной любви Бога в человечестве. Под сводами храма звучит «Ектинья, исполним утреннюю молитву нашу Господи». По характеру это просительная Ектинья. Мы слышим, как хор в ответ на призывы дьякона возглашает «Подай, Господи!» Прощение и восстановление и любовь превышение нашему Господу, Господи, Господи. Доброй и полезной душой в нашем мире, мира велого Господа, Господи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В переводе с греческого «Евхаристия» — «благодарение». Христианин должен жить в Евхаристии, по возможности чаще приступать к святой чаше и причащаться. Сама литургия переводится как «общее дело», «общее служение всей Церкви». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас священник произносит отпуск, который завершает пасхальным заутринь. Продолжение следует... 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 Царствию Небесному. Не случайно и мученики за Христа мужественно встречали любые страдания. Если раньше даже великие праведники скорбели по умершим, как о погибших, то по воскресении Господа Иисуса Христа смерть более не пугала их. Мы замечательно ищет святитель Афанасий Великий. Отныне все верующие во Христа попирают ее, как ничто, зная, что вполне хорошо, что когда они умирают, они не погибают, но живут и становятся нетленными через воскресшего Господа. Яркий пример явил нам и новомученики нашей Церкви. Бесстрашно принявших исповеднические венцы в годы гонений за веру в ХХ веке. Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богатству из евангельской притчи, когда комфорт, успешность и долгая жизнь объявляются счетными и главными ценностями человеческого бытия, мы, ученики и последователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом, дерзновенно свидетельствуем, «Для нас жизнь Христос, а смерть не конец бытия, а начало духовного». Говорим и верим так, ибо знаем, Бог создал душу человека для вечности. Как часто нам в погруженном суету и тревоге повседневности не достает духовной торпости, чтобы распознать преображающую силу Божественного присутствия в каждом человеке в нашей жизни. Но пасхальный период – совершенно особая пора, в которой мы с вами сейчас находимся. В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной радостью, а любовь и милосердие Божие обильно изливаются на каждого из нас. Ходя в торжество сегодня дивного и святозарного праздника, мы призвали не только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, который получили люди через воскресшего Господа и Иисуса. Поделимся же окружающими радостной евангельской вестью. Подарим нашу любовь, заботу и внимание окружающим, своим близким. Сотворим добро тем, кто нуждается в нашей помощи и укрешении. Только так, благодарными устами и благодарным сердцем прославляя восставшего от гроба Спасителя, мы становимся наследниками совершившегося пасхального чуда и с зерновением именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, убившего гос, бессмертную и явившего любовь ко всем нам. Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаясь с радостным и радостным приветствием. Христос, воскресе, Кирилл, патриарх Московский и всей Руси, Москва, Пасхи Христова, 2018 год. Я хотел бы также вас всех поздравить, дорогие мои отцы и братья. Пожелать вам крепости, чтобы мы с вами в эти пасхальные дни, приобщившись тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, себя ощущали вот этими божественными сынами и дочерями, чтобы наша с вами радость, которую Господь нам посылает в наше сердце, ибо Царствие Небесное внутрь у нас с вами есть, чтобы мы с вами всегда, как сказал преподобный Серафим Заровский, Христос, воскресе, радость моя к каждому приходящему к нему. И чтобы мы всегда с вами в течение года до следующей Пасхи вот эту радость не оставляли, чтобы она, по милости Божией, которая с нисхождением через Дух Святой обильно обитает в нас, чтобы мы свое сердце не заторяли ненужными житейскими заботами, чтобы эта естественная житейская забота всегда была бы на втором плане, а в нашем сердце была бы вот эта любовь и помощь, в первую очередь, в своей Душе и окружающей, и чтобы эта радость Пасхальная всегда бы светилась в наших с вами Богах. Христос, воскресе! Христос, воскресе! Христос, воскресе! Христос, воскресе! Сейчас начнутся часы Пасхальные, и после этого Божественная Литургия. Всех вас с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас началось пасхальное чинопоследование часов. Этот элемент богослужения, отделяющий пасхальную заутреннюю от литургии, проходит для многих незамеченным, незамеченным потому, что часы в праздник воскресения Христова не читаются, как это бывает обычно, а поются, и состоят из избранных пасхальных песнопений. Субтитры создавал DimaTorzok В сознании Православной Церкви события Воскресения Христова есть один сплошной восторг, одна непрерывная радость. Ни одного праздника она не празднует так необычно и светло, как торжество Христового Воскресения. Поэтому и самое пасхальное богослужение у нас единственное и неповторимое. Воскресение Христового Воскресения 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 ПЕСНЯ 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 Пока хор исполняет песнопение пасхальных часов, хотелось бы сказать несколько слов о пасхальном Артасе. Артасом называется «Хлеб на закваске» с изображением креста или воскресения Христова. Он освящается в первый день Пасхи и на протяжении всей Светлой Седмицы стоит на особом столике перед иконой Спасителя. Когда в храме не совершается богослужение, Артас ставят прямо между створками приоткрытых царских врат. Вероятнее всего, этот обычай связан с апостольской традицией, согласно которой ученики Христовы собирались на совместную трапезу после воскресения Христа, клали на стол часть хлеба, призназначавшуюся воскресшему Иисусу, как делали это при его земной жизни. Артас символизирует невидимое присутствие самого Иисуса Христа. Вечером в первую субботу после Пасхи раздробленный Артас раздают верующим. Принимать его следует натощак в особых случаях. Главное субботу после Пасхи раздробленный Артас. Субботу после Пасхи раздробленный Артас. Главное субботу после Пасхи раздробленный Артас. Главное субботу после Пасхи раздробленный Артас. Христос, Воскресе, Иисусе, Иисусе, Истинный Бог наш, Молитвами причистые в своем озере, святых славных и всех больных апостолов, и всех святых, помилует и спасет нас, якобы и человеком любец. Христос, Воскресе! 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 Христос, В Песня. Песня. Воскресение Христово – такой великий большой праздник, что Церковь отмечает его целую неделю. А отдание праздника, то есть последний день, когда пасхальные песнопения звучат на богослужении, происходит только через 40 дней после ее наступления, в среду шестой недели после Пасхи. Первая неделя называется «Светлой Седмицей» и воспринимается практически как один день, наступающий в пасхальную ночь и заканчивающийся в следующее воскресенье. Таким образом, Пасха в 2018 году длится с 8 по 15 апреля, а отдание Пасхи приходится на 16 мая. Церковные службы Светлой Седмицы особенные. Все в них призывают ликовать о воскресшем Христе, а после каждой литургии совершается крестный ход. Царские врата всю неделю остаются открытыми, а закрываются только в субботу. А последний пасхальный крестный ход идет вокруг храма, в следующее после Пасхи воскресенье. Это так называемый восьмой день Пасхи, завершает праздник в праздник. Церковь возвращается к своей привычной жизни, хотя еще целый месяц во всем церковном устроении, службе, убранстве, храма, облачении священников Пасха еще будет присутствовать. Не закончится она и после сорокадневного периода. Пасха продолжается в сердце каждого христианина, потому что она уже совершилась, она никогда не прекратится. Она бесконечна. Пасха продолжается в сердце каждого храма. 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Завершается чинопоследование часов. И скоро духовенство направится в центру храма для совершения божественной литургии. Слава Богу! Завершается чинопоследование. Молитва, 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 молитвы, молитвы и причислия своей Матерью и всех святых, помилуй ты, спаси нас. Евхаристию, то есть Таинство Причащения, которое установил сам Иисус Христос накануне Своих крестных страданий, мы совершаем в рамках Божественной Литургии. События крестных страданий мы вспоминали совсем недавно, в четверг Страстной Седмицы. Произошло это во время Тайной Вечери. Тайная Вечерия – это последняя трепеза Христа Спасителя с учениками. Из-за существовавшей угрозы со стороны Сегидриона Евхаристия должна была происходить в тайне. Христос придал пасхальной трапезе новое значение, значение Нового Завета. И отныне, после этой Евхаристии, которую совершил Христос, Пасха символизирует уже не переход одного избранного народа от рабства к свободе, но переход всего человечества от смерти к жизни. Таким образом, Тайная Вечерия является прообразом той Евхаристии, которую мы с вами сегодня совершаем и во время которой мы причащаемся. Владыка молится перед началом богослужения. Представители деканского чина и священники, начинающие службу, берут благословение у владыки. Владыка молится перед началом богослужения. КОНЕЦ ПЕСНЯ Этим возгласом священник вновь и вновь призывает пришествие Царствия Небесного для того, чтобы оно воцарилось в каждом из нас. А хор в ответ поет «Аминь», что значит «Да будет так». Всякий раз, когда Клирос поет слово «Аминь», он выражает согласие со всем вышесказанным от лица всех умолящихся в храбе. А сейчас звучит пасхальный тропарь, который начинает и завершает все богослужебные последования в пасхальные дни. Вся пасхальная литургия проникнута радостью воскресения, о чем свидетельствует частое повторение тропаря Христос в воскресе из мертвых и других исключительно пасхальных песнопений. Владыка совершает кождение храма. В эту пасхальную ночь обилие кадильного фимиама – это знак обилия благодати Божией. Вся пасхальная литургия проникнута радостью воскресения, о чем свидетельствует частое повторение храма. Вся пасхальная литургия проникнута радостью воскресения, о чем свидетельствует частое повторение храма. Вся пасхальная литургия проникнута радостью воскресения, о чем свидетельствует частое повторение храма. Вся пасхальная литургия проникнута радостью воскресения, о чем свидетельствует частое повторение храма. Вся пасхальная литургия проникнута радостью воскресения, о чем свидетельствует частое повторение храма. ПЕСНЯ 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 Сейчас диакон начинает возглашать мирную ектенью. Первая ектенья, звучащая в храме во время литургии, называется мирной. По начальным словам, миром Господу помолимся. Слово «миром» в данном случае не означает, что мы молимся сообща. Это призыв находиться в состоянии душевного умиротворения. Христианин, который приходит на литургию, должен быть в мире с Богом, в мире с самим собой и ближними. Так апостол Павел неоднократно напоминает нам о том, что к миру призвал нас Господь и говорит «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий». ПЕСНЯ 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 Мирная егтинья содержит прошение о церкви и об обществе, то есть о всех людях. По окончании егтинь начнется пение пасхальных литургических антифонов, разделяемых малыми егтиньями на три части, в честь Пресвятой Троицы. Песня. 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 А сейчас звучат антифоны, и снопения, которые исполняются попеременно. Попеременно их исполняют двумя хорами, либо одним хором, разделившимся на две части. Содержание этих песнопений зависит от праздника. Всех антифонов три. В данном случае это стихи из Псалтири, пророчества царя Давида о воскресении Христовом. К этим стихам присоединяются молитвенные прошения, молитвен Богородицы «Спаси, спаси нас». Диакон возглашает прошения малой их тени. А в это время Владыка начинает читать определенные молитвы, которые называются тайно-совершительными или в разговорной речи тайными. Их содержание относится непосредственно к тому богослужению, которое совершается. Они называются тайными не потому, что содержание должно быть скрыто от мирян, а потому, что теперь установился обычай читать эти молитвы не вслух, а тихо, про себя. Псалтири, пророчества царя Давида. Звучит второй антифон. Стихи этого антифона в переводе на русский звучат так. Боже, сжалься над нами и благослови нас. Яви нам свет лица Твоего и помилуй нас, чтобы познали на земле путь Твой, во всех племенах спасения Твои. Да прославят Тебя народы Божии, да прославят Тебя народы все. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 После второго антифона звучит малая тенья. Напомню, что малая тенья является кратким повторением их тенья мирной. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Звучит третий антифон. Третьим антифоном сегодня являются стихи из псалмов, чередующиеся с песнопением тропаря праздника. «Христос воскресе измертвых». В это время в алтаре священники начинают малый вход, называемый входом с Евангелием. Для совершения входа священнослужители совершают три поклоны перед престолом и прикладываются к находящейся на нем плащанице. Старший священник подает Евангелие диакону, и вместе с ним все духовенство постепенно отправляется на центр храма. Согласно символическому толкованию литургии, этот момент богослужения символизирует выход Спасителя на проповедь. Однако исторически совершение малого входа можно объяснить с тем, что в древности священное писание хранилось в особом помещении из-за опасения того, что оно может попасть в руки гонителей, которые могут его уничтожить. Поэтому из соображений безопасности священнослужители переносили его торжественно в алтарь, только для чтения на службе. В наши же дни Евангелие постоянно находится на престоле в алтаре. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Предстоятель направляется в алтарь, а за ним следует служащий духовенством. Алтарь в переводе с латинского – возвышенное место. Восточная – главная часть храма, в которой находится престол и жертвенник. Эта часть пространства храма, как правило, отгорожена перегородкой, украшенной иконами и называемой иконостасом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Под пение исполайте деспота, что в переводе с греческого означает «На многое лето, владыка», архиерей совершает каждый день иконостаса, а затем молящихся. Пока владыка совершает каждый день, хотелось бы сказать несколько слов о поминовении усопших в дни Пасхи. Праздник Пасхи – это не время посещать кладбище, это время радости о Господе Воскресшем. В церковном календаре есть дни особой радости, а есть дни поминовений усопших. На Пасху и во всю Светлую Седмицу ради великой радости Воскресения и победы над смертью в храмах отменяются все заупокойные службы и панихиды. Даже отпевание умерших в пасхальные дни совершается по особому чину. Поминовение усопших возобновляется с Радоницы, вторника второй недели после Пасхи, когда православные после церковной молитвы об усопших посещают кладбище. Воскресения 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 ПЕСНЯ 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 Архиарей с декирием вправо и с крестом в левой руке выходит из алтаря и, обратившись к народу, произносит «Призрец небесе Божий, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, и его жена садить, десница твоя». Под виноградом подразумевается святая церковь, то есть всеверующие. Далее хор продолжает песнопение Елицева Христа Крестистиси. Это песнопение также звучит во время совершения таинства крещения. Чтобы понять, почему оно исполняется на Пасху, нужно немного углубиться в историю. Известно, что в древности подготовка к крещению продолжалась длительное время. Она могла занимать от года и до нескольких лет. Крестились в ту пору в основном взрослые люди, так как христианство только начинало распространяться среди языческих племен. Этих изучивших христианскую веру людей крестили в невеликих праздниках, например, на Пасху или на Богоявление. В этом последовании литургии в эти дни присутствует это песнопение в память о прошедших событиях. Приближается время чтения Священного Писания и возглашения Прокимна. В данном случае Прокимин предваряет чтение стихов из первой главы «Деяния апостольских», в которых повествуется о явлениях Спасителя ученикам после воскресения, а также о повелении его не покидать Иерусалим и ожидать исполнения данного им обещания, а не с посланием Святого Духа. Вот Диакон начинает возглашение непосредственно Прокимна. Песня. 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 Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Во время чтения апостола совершается кождение. Оно установлено в знак благоговения пред последующим чтением Евангелия. Кождение совершается во время молитвы с апостольских времен. Кадила разжигается при помощи раскаленного угля, на который кладется ладан, состоящий из смол деревьев и эфирных масел цветов. Дым символизирует благодать Божию, которая, подобно дыму, окутывает верующих в храме. Звучит песня. После чтения из книг «Деяния апостольских» следует аллилуарий. Это аналог прокимна, предваряющий чтение, но только уже Евангелие. Сегодня Евангелие, по традиции, которое касается только богослужения, совершаемого в пасхальную ночь, прозвучит на разных языках. Чтение Евангелия занимает очень важное место в литургии. Для этого дьякон выходит на середину храма. Слава Божией, по традиции, прозвучит на разных языках. Продолжение следует... 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 Песня. 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 Диакон возглашает прошение сугубой тени. Песня. 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 Церковь призывает всех усилить молитвы, так как приближается самый важный момент Божественной литургии. Сугубо ягтинья включает в себя все прошения мира, все его нужды и горести. А наше усердное моление хор подчеркивает троекратным пением «Господи, помилуй». А наше усердное моление хор подчеркивает троекратным пением «Господи, помилуй». А наше усердное моление хор подчеркивает троекратным пением «Господи, помилуй». А наше усердное моление хор подчеркивает троекратным пением «Господи, помилуй». А наше усердное моление хор подчеркивает троекратным пением «Господи, помилуй». А наше усердное моление хор подчеркивает троекратным пением «Господи». Звучит малый эктиньяк и приближается херуинская песня. А наше усердное моление хор подчеркивает троекратным пением «Господи». Сейчас Владыка читает молитву, в которой просит Бога допустить его до освящения даров, невзирая на личные прегрешения. Прочту отрывок этой молитвы на русском. Ибо я к тебе приступаю, склонив свою голову, и молю тебя, не отврати лица твоего от меня, и не отвергни меня из числа служителей твоих. Но благоволи, чтобы мною грешным и недостойным рабом твоим принесены были тебе эти дары. В это время декана совершают кождение алтаря и верующих, читая про себя покаянный 50-й псалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас и по декана подают владыке приборы для омовения рук. Омовение рук это действие, которое напоминает служащим о чистоте помыслов при совершении таинства Евхаристии. Субтитры создавал DimaTorzok На владыку возлагает аммофор в знак архиерейской власти и достоинства. Субтитры создавал DimaTorzok Наступает момент Великого Входа. Святые дары будут перенесены с жертвенника, который находится в северной части алтаря, на престол. Святые дары это евхаристический хлеб и вино. Они находились на жертвеннике с самого начала литургии, в особых богослужебных сосудах, в чаше и на дискосе. В древней церкви жертвенник находился в отдельном помещении от алтаря. Именно туда все желающие приносили пожертвования на богослужение. Это хлеб либо вино. Также бедные люди приносили просто воду, которая тоже используется в Евхаристии. Вода вливается в святую чашу в напоминание слов из Священного Писания о том, что воин после смерти Спасителя пробил копьем ему ребро, и тотчас из раны пролилась кровь и вода. Лучше из того, что люди жертвовали, отбиралась деканами и переносилась на престол. Впоследствии, через многие века, Великий Вход получил символическое толкование. Это воспоминание обшествии Иисуса Христа на страдания и крестную смерть. Сейчас Владыка находится непосредственно у самого жертвенника, где находятся святые дары. Здесь Владыка из Просфора вынимает частицы с молитвой о живых и усопших. Продолжение следует... В это время духовенство подходит к архиерею, целует в плечо и просит помолиться за себя во время прускаментии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Владыка передает сосуды духовенству, и начинается непосредственно Великий Вход. Однако архиерей не участвует в процессе Великого Входа. Он ожидает духовенства в царских вратах, где примет от старшего дьякона дискос, а от старшего священника чашу. Во время входа архиерей совершает поминовение патриарха, митрополита, клириков и всех присутствующих в храме. Песня. 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 Владыка покрывает чашу дискос. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. И сделай нас способными принести тебе дары и жертвы духовные за наши грехи и грехи невидения народа и удостой нас обрести благодать пред тобою. Субтитры подогнали Симон. 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 Сейчас поется символ веры, посредством которого христиане исповедуют свою веру в истины христианского вероучения. Архиерей в алтаре снимает воздух, покрывающий священные сосуды, в знак воскресения Христова, а духовенство колеблет его над святыми дарами, в напоминание о землетрясении, которое произошло во время воскресения Христова. Субтитры подогнали Симон. 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 После символа веры и нескольких возгласов начнется самая важная часть литургии, которая называется Евхаристическим каноном. Субтитры подогнали Симон. 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 Одежду подогнали Симон. Субтитры 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 подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши, то есть прости нам так же, как и мы прощаем других. На практике оказывается, что мы можем строго поститься, регулярно молиться, творить добрые дела, но как только мы произносим эти слова и оказываемся неспособными кому-то что-то простить, мы тут же перечеркиваем все, чего добились таким трудом. Приближается момент причащения. Пасхальное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе постепенно подходит к концу. Завершить нашу прямую трансляцию хотелось бы пасхальным поздравлением архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия всем православным христианам. Христос воскресе! В пасхальном духовном веселье мы снова прославляем и празднуем сей великий, светлый и святой день Воскресения Христова. И нет под небом более священного события, в нем же утверждаемся. Ликует Церковь небесная и земля, ликует весь мир. Мы смерти празднуем умершление, адово-разрушение, нового жития вечное начало. Пасхальная радость, переполняющая каждое христианское сердце, царит ныне над миром, сияет и освещает все вокруг небесным светом, вдохновляет на добрые дела любви и милосердия, заповеданные Спасителем, всем своим последователям. Бог есть любовь, и Его заветное обращение в последний день пребывания с учениками, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Является для нас непреложной истинной. Ныне Господь призывает нас отложить всякую печаль и заботу. Жизнь вечная, воссиявшая от гроба, победно шествует по вселенной. Свет воскресения Господне дарует человеческой души силы вести неустыпную борьбу для победы добра над злом. Света над тьмой, надежды над отчаянием призывает всех нас к обновлению нашего жизненного пути, к любви и к вере. Молитвенно желаем всем вам благодатной встречи с воскресшим Господом. Услышать сердцем вместе с мироносицами радуйтесь, пусть эта радость будет совершенной, и мир Христов никогда не покинет вашей души. Пусть воссиявший от гроба Господне благодатный Божественный Свет всегда будет для вас неисчерпаемым источником духовной силы, укрепляет веру, утверждает надежду и приумножает любовь. Воистину воскресе Христос! С праздником, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok